Екатериновка. Село в Щербиновском районе Краснодарского края. Административный центр Екатериновского сельского поселения. Население 2,7 тысяч жителей. Село расположено на правом берегу широкого до 6 километров устья реки Ея. Напротив районного центра станицы Старощербиновская. В нескольких километрах западнее села расположено историческое село Ейское укрепление. Село Екатериновка географически расположено в северо-восточной части Щербиновского района. На правом берегу реки Ея. Красота этой реки неброская, но притягательная. История села Екатериновка богата и интересна. Дата основания села 1796 год. Беседы с жителями села в сопоставлении с имеющимися письменными источниками обрисовывают историю села следующим образом. Микрогеографическое положение в начале дельты реки Еи, в месте удобной переправы через реку, способствовало возникновению здесь населенного пункта еще в древние времена. Территорию села окружает цепь крупных курганов, что свидетельствует о том, что здесь в древности было поселение или крупное становище кочевников. Впоследствии жители отдельным курганам дали название. Цепь курганов северо-западнее села получила название Комаривских, к югу от реки Еи курган-могила Слабого, так как возле этого кургана были земли казака Слабого. Древнегреческие географы, в частности Страбон, называли реку Ею Большой Рамбит. По свидетельству Фе Навозова в книге «Краснодарский край» название реки Ея происходит от измененного русского «Иван». Они говорили о ее несметных рыбных богатствах и о том, что на берегах ее были пункты ловли и засолки рыбы. Вероятно, что одно такое поселение и было на территории села. В XVII столетии до царствования Петра I на берега Еи частично проникали и селились беглые русские крестьяне, спасаясь от непосильного помещичьего гнета. Такое поселение было и на месте села Екатериновки. Во время русско-турецких войн 1736-1739 годов, а особенно в 1768 году, турецкие власти начали опасаться, что русские поселенцы будут оказывать помощь наступавшим русским войскам, и озлобленные турки и подстрекаемые ими нагайцы разорили русские селения по берегу Еи. В 1774 году, после русско-турецкой войны, территория к северу от реки Еи окончательно вошла в состав России, а земли между Еей и Кубанью вошли в состав Крымского ханства. Бывшие поселенцы берегов Еи и их потомки целыми обозами вслед за войсками двинулись на места своего прежнего жительства. На этих землях еще жили нагайцы, и соседство с ними было крайне опасным. Поэтому первые поселенцы Екатериновки по ночам подвергались нападениям нагайцев. Они разоряли их жилища, угоняли скот, убивали людей, и потому на ночь они уходили под защиту гарнизона в Ейское укрепление. Первые годы существования села неразрывно связаны с деятельностью полководца Александра Суворова, которого считают крестным отцом Екатериновки. Суворов значительно укрепил редут в Ейском городке, очень любил эту крепость, часто долго в ней проживал. Как рассказывают старожилы, в 1781 году к нему обратилась группа отставных солдат из крепости, и по его разрешению поселилась возле Екатерининского кордона. Немного восточнее его, свое поселение они назвали Слобитка. С 1781 года населенный пункт уже существует непрерывно. Население Екатериновки начало быстро расти. Возвратились прежние жители побережья Еи, прибывали отставные солдаты, запорожские казаки, которые после бунта, разогнанного Екатериной II, скрывались от ее преследования, беглые крестьяне, ремесленники, торговцы. Село в то время еще Екатериновкой не называлось. Некоторое время оно существовало в виде отдельных хуторов. Старая часть села Побалки, в основном населенная переселившимся из Слобитки, называлась Голянка, потому что здесь жили беднейшие жители села. После 1783 года прибыла группа беглых крестьян и бывших запорожских казаков из-за реки Южный Бух. Селились в основном над рекой и образовали другую часть села, Болотяную. В числе этих людей был крестьянин Романенко с девятью сыновьями, из которых вскоре семь погибли в русско-турецкой войне 1784-1791 годов. Прибыли также Милентий Андреев, Фомат Долгий с братом, Салтовцы, Ткаченко, Шашко и другие. Прежние жители берегов Еи возвращались на старое место жительства по южному участку северного побережья Еи. А восточнее, у следующего изгиба реки, где она как бы образует полуостров, возникло новое поселение – Раваль, главным образом из вновь прибывших крестьян. И, наконец, некоторые поселенцы из старых частей села остановились на востоке, там, где раньше был поселок Петровского кордона, теперь южная часть переулка Школьного. Уже на Пятой ревизии 1794 году в селе насчитывалось 260 дворов, 1763 – мужчины и 1165 – женщин, всего 2928 – жителей. Но церкви в селе не было, и построить ее у крестьян не было возможности. Тогда, по решению сельского схода, крестьяне Квитко, Рябко, Бескаравайный поехали в Петербург просить помощи у царицы. Вряд ли их допустили бы к царице, но, на счастье, они встретили Суворова, который узнал их и помог. Царица Екатерина II дала распоряжение выдать им лес и кровлю из Азовской крепости и наделила крестьян землей, при условии, что село будет названо в ее честь. Так, 6 декабря 1796 года деревянная церковь в честь Николая Угодника на площади между старейшими частями села Голянкой и Болотяной была освящена и открыта. И Екатериновка официально стала селом государственных крестьян. Так тогда называли Слободою. Потом в честь Екатерины II Екатерининской Слободою, Катериновкой, а впоследствии Екатериновкой. Таким образом, Екатериновка возникла после Ногайского разорения в 1781 году, а в 1796 году она лишь зарегистрирована как село, когда была уже крупным населенным пунктом. По данным Государственного архива Ростовской области, документов об образовании села Екатериновка в Госархиве на учете не имеется. Но в фонде комиссии для размежевания земель войска Донского отложилась копия межевой книги владения казенных поселян села Екатериновка Ростовского уезда Екатеринославской губернии, подписанная в Екатеринославской межевой конторе 28 августа 1825 года. Там указано, что в 1797 году землемером Ильенком была вырезана земля к состоящей в том селе Екатериновке церквы во имя Николая Чудотворца для довольствия священно- и церковнослужителей. После Октябрьской революции в селе провозгласили советскую власть. В период коллективизации в декабре 1929 года была организована сельхозартель «Путь к новой жизни». После произошло разукрупнение хозяйства на семь небольших колхозов. Черной страницей в истории села стал Голодомор 1933 года, когда практически вымерло все село. В 1935 году была организована моторно-тракторная станция. В годы Великой Отечественной войны из села было призвано более тысячи человек. Не вернулись с войны 600 жителей села Екатериновка и хуторов-любимов, Красный Дар и Новый Путь. В настоящее время в парке села Екатериновка стоит мемориал, посвященный землякам, павшим в годы войны. После Великой Отечественной войны наступил период восстановления хозяйства и укропнения колхозов. Важными событиями послевоенного развития района стали организация в 1951 году на базе объединения семей коллективных хозяйств колхоза имени Шевченко, проведение в 1953 году водопровода, в 1956 году полная радиофикация населенных пунктов. Селу более 200 лет. В настоящее время это современное кубанское село с современными постройками, электрифицированное, газифицированное, с асфальтированными дорогами. Сегодня многочисленные паломники едут в Екатериновку прежде всего из-за святого источника. Как рассказывают, на этом месте когда-то стояла Свято-Никольская церковь, разрушенная после революции. На этой территории били родники. Особенно славился тот, в котором по преданию видели селяне икону Пресвятой Богородицы. Образ в руки не дался и постепенно исчез в глубине. Вода в источниках славилась не только вкусом, но и прежде всего целебными свойствами. Пили ее все болящие и скотину отпаивали от всевозможных хворей. Новая власть усиленно боролась с источником, его засыпали землей, заваливали огромными плитами, но вода всегда находила выход. В августе 2009 года удалось вычислить точное местонахождение источника. Верующие из многих сел и станиц принимали участие в его расчистке. Источник был освящен в честь иконы Божьей Матери «Неувидаемый цвет». Святой источник известен многочисленными историями исцеления. Вот и едут со всех сторон люди, чтобы искупаться в нем и набрать воды. Село Екатериновка славно не только своей историей, но и своими людьми. Среди сельчан были и герой революции, герой Советского Союза, герой социалистического труда, награжденные орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Свыше 150 человек награждены орденами и медалями за трудовые подвиги заслуженных работников сельского хозяйства Российской Федерации и Краснодарского края. Продолжение следует...